вы когда-нибудь думали какие часы можно найти до 3000 долларов с мануфактурным механизмом и какие-то интересные не такие может быть попсовые не такие прям на поверхности вот сегодня в рамках нашего такого плейлиста данной рубрики охота на часы говорим на эту тему лучший трехстрелочник до 3000 долларов новые часы и что можно здесь выбрать рассмотрим около пяти моделей и вместе с вами потом в голосовании примем решение и в том числе в комментариях обсудим поэтому надеюсь сегодняшнее видео вам понравится а мы с вами продолжаем этот плейлист и вот прошлое видео я записывал оставлю на него ссылочку лучший хронограф до 3000 долларов на это 7750 вроде бы вам понравилось это видео и продолжаю эту новую рубрику и так в начале как всегда небольшое вступительное слово и рассмотрим ряд вопросов и уже перейдем к экрану и так в рамках этого видео стоит рассмотреть несколько моментов первое что мы действительно постараемся найти пять моделей часов где установлен именно мануфактурный механизм если его можно таким назвать и чтобы это стоило в состоянии новых часов стоило до 300 тысяч рублей к сожалению или к счастью рубль у нас сейчас на момент когда я вот записываю это видео середина марта двадцать четвертого года стоит в районе там девяносто четыре девяносто пять смотря как смотреть где и так далее можно считать уже сто сто рублей да поэтому 300 тысяч рублей и второй здесь момент очень важный который здесь конечно нужно вначале в самом обсудить это касается мануфактурного механизма потому что в заглавии стоит это фраза и если простым языком сказать что такое мануфактурный механизм это не те часы тот механизм до который был собран стенах 1 1 фабрики 1 предприятия и ну давайте скажем так большая его часть сделана силами либо этой мануфактуры либо но по крайней мере если это компания входит в группу если этот бренд входит в группу компании как сводч группа или ричмонд на предприятии которые входят в эту группу потому что понятно что допустим спирали баланса делает количество компаний которые можно по пальцам одной руки пересчитать поэтому спираль баланса в ваших часах но редко она будет мануфактурные на если ваши часы не называется rolex или генри мозер то скорее всего ваша спираль не не мануфактурная да но и или если там сводч групп не входит вашей компании ну и так далее поэтому если простое определение такое хотя все по-разному дают я все-таки здесь выделяю важный момент чтобы не было там базового механизма то есть базовые механизмы у нас селита это сопрот вальжу 7750 вот чтобы эта архитектура база этих механизмах там не присутствовал то есть что-то было более уникальное более редкое вот что мы будем под мануфактурным механизмом с вами подразумевать поэтому давайте на этом определении остановимся хотя там безусловно ряд есть нюансов ряд вариантов и еще один момент важный что в этом топе небольшом даже не топ это вот такая подборка где мы с вами сами решим кто здесь лучше кто здесь может быть хуже здесь к сожалению не будет микро брендов по одной простой причине потому что микро бренд в основном не может себе позволить мануфактурный механизм и все-таки там стоят преимущественно селиты вальжу сопроды и так далее множество механизмов которые все-таки не являются их собственными потому что разработка собственного механизма она требует больших инвестиций больших денег поэтому в этом топе тоже не будет микро брендов и не будет тех у кого база селита и это вальжу и так далее именно по этой причине мы уже переходим к списку в нашей сегодняшней охоте не будет все-таки часов ланджин по идее в топе часов до трех четырех тысяч долларов конечно же должен присутствовать ланджин современные модели либо heritage либо spirit но здесь я все-таки делаю исключение потому что если мы берем современные ланджин и даже самые топовые линейки и посмотрим спецификацию допустим того же механизма как здесь л 844 то мы видим что база механизма все-таки это и ну будет не совсем честно их включать в мануфактурные хотя именно для ланджин пожалуй это считается мануфактурным но знаете да здесь есть изменения то есть там понизили частоту до трех с половиной герц 72 часа запаса хода определенные там есть фирменные допустим там секонд тайм зон до вторая часовая зона модуль там коск сертификация и кремниевая спираль баланса но все равно это это да вот как ни крути даже если вот мы смотрим ну как бы картинку этого механизма но сразу это видно архитектуру принципе базового это механизма и поэтому к сожалению при всем уважении к ланджин но сегодняшнее видео как это ни парадоксально обойдется без них и ланджина в этом видео сегодня не будет поэтому я сразу закрываю кто будет и кто открывает наш вот этот нашу подборку именно в поисках и в охоте за часами это тот кто из watch group как раз для меня заменяет ланджин это union glass hut в одном из прошлых видео на прошлой неделе я записывал видео с ответами на ваши вопросы оставлю ссылочку и там было как раз много времени уделено бренду union glass hut и поэтому я сильно повторяться не буду скажу лишь что это немецкий бренд который с 1893 года уже присутствует так или иначе на рынке и это младший брат glass hut и original и соответственно входят в пирамиду с watch group на месте вот на уровне ланджин и раду примерно на этом уровне и для них тоже по большому счету делают механизмы на фабрике eta да или eta кто как называет но фишка состоит в том что все-таки там если мы посмотрим на сами механизмы то они достаточно уникальные то есть вот подобные архитектуры подобных механизмов вы не встретите в каких-то схожих компаниях и если бы и встретили только в сводч групп но именно это персонально делает для union glass hut и этот механизм который здесь у нас сейчас я посмотрю вот так он называется ung 56 с 1 соответственно очень тонкий аккуратный механизм 4 герцовые здесь все стандартно 60 часов запас хода здесь силикона кремниевая спираль баланса да и о чем говорит вот этот золотой золотая монетка золотой шатон такой здесь вороненные винты не крашены ничего именно вороненные и вообще механизм напоминает ну вот гласхюта оригинал или ну совсем на минималках понятно но аланги он зоны поэтому я считаю что цена качества union гласхюта это одна из лучших находок бюджете до трех тысяч долларов я напоминаю что сегодняшнее видео у нас как раз в этом ценовом бюджете до трех тысяч долларов ищем часы новые в состоянии новом или не ношенных с гарантией и полный полный сет до полный комплект вот поэтому здесь засчитываем все-таки что это мануфактурный механизм и ну для кого-то это плюс для кого-то минус кремниевая пружина баланса но если мы берем вот подобного уровня часы я считаю что все-таки это больше благо потому что у нас и нет проблем с магнитными полями и с колебанием температур и говорят что более устойчивые часы ударом и соответственно если ну для большинства людей давайте скажем честно вот эти три аспекта они достаточно важны повседневном ношении часов то есть если вы два раза в год часы надеваете в какой-то супер театр или в какой-то там невероятный ресторан это одно но здесь такие часы они призваны все-таки быть спутниками ежедневно до еженедельно и они должны быть надежными и здесь я думаю для таких часов все-таки кремниевая пружина баланса это благо и подобные механизмы очень-очень здорово поэтому union глазхью ты от нас никуда не денется свотч групп никуда не денется поэтому будут обслуживать эти механизмы и в принципе достаточно все это неплохо единственное здесь нюанс но это в основном у свотч групп два года гарантия и знаете ребят что круто 100 метров водозащита вот про что я не устаю говорить когда говорю про union глазхью ты это то что ты смотришь обычные многие повседневные часы да для костюма для casual а у них 100 метров водозащита мне кажется это очень приятная история и про сами часы как вы заметили я сегодня много не говорю потому что в прошлом видео в принципе я говорю мы достаточно подробно о них поговорили единственное что напомню здесь малая секунда на 9 часах запас хода то что мне очень нравится так интересно сделан вот между на пяти часах по сути до вороненые стрелки у них везде железная дорога так интересно пескоструйно сделан циферблат все мне здесь нравится может быть кроме вот этой даты ну не знаю хотя здесь как-то она даже мне и не особо раздражает очень классно сделан на самом деле сам корпус вот сколько я обзоров посмотрел очень очень приятное впечатление оставляет корпус смотрите как сделан механизм то есть далеко не каждый механизм за бюджет до трех тысяч будет выглядеть вот таким вот образом и на ручке это всегда классика я вот последнее время все больше склоняюсь к часам без автоподзавода но не так просто найти за вменяемые деньги то что я ищу на ручке поэтому иногда приходится все таки идти на компромисс не брать с автоподзаводом но тем не менее да то есть моя все таки рекомендация многим из вас если вы увлекаетесь темой часов смотрите находить на без ротора вот подобные часы мне кажется очень очень здорово что касается ритейла напоминаю для тех кто пропустил прошлое видео здесь у нас ритейл 2680 евро ну или давайте возьмем 2 900 3000 долларов цена на вторичном рынке на эту красоту вы знаете сильно не падает то есть в основном то что я находил от двух с половиной тысяч и выше и если с учетом таможни доставки в различных других нюансов но в минимум 2 800 это будет стоить и на вторичном рынке в неношенном новом состоянии ну смотрите какая красота мне кажется очень интересные часы и и прекрасно такой серо синий циферблат ну скажите мне кажется очень классные часы поэтому всяческие рекомендации обратите внимание на этот бренд и с удовольствием как для меня это удивительно но с удовольствием заменяю вот в этом топе заменяю ланжин да потому что здесь все таки он ну достаточно попсовый и здесь он не проходит к сожалению по вот этому моменту по по механизмам все таки здесь база более менее стандартная так двинемся дальше дальше у нас часы наверное без которых сложно представить этот топ до 3000 на мануфактурном механизме это орис и их калибр 400 калибр 400 которые они представили в 2020 по моему до году напомните мне да в 2020 году и часы ну я не любитель вот такого стиля дайверских брутальных часов но когда я в первый раз померил эти часы именно на каучуки здесь я вам его предлагаю рассмотреть вы знаете оставили часы ну крайне приятное впечатление то есть несмотря на то что это не мой стиль но я прям задумался может быть а может быть да потому что ну во всех форматах вот этот орис аквис действительно очень очень приятно выглядит ну гигантское количество обзоров про орис аквис я не думаю что надо здесь слишком долго останавливаться просто они на своем месте они там где должны быть я лишь скажу пожалуй чуть больше про сам механизм механизм выглядит вот таким вот образом появился он вот этот мануфактурник серийный только в двадцатом году и у него фишка основная про которую все говорят это пять дней запас хода сто двадцать часов что очень не кисло и что дает фору ну девяносто процентом серийных часов да которые мы можем наблюдать это у нас хронометр пять в пяти положениях соответственно выставлено время два барабана заводных видите вот здесь они как ушки выглядят здесь вот эти глазки мне вообще напоминает этот механизм такую коалу я его называю вот именно коала и если вы посмотрите вы действительно его увидите нос да здесь то есть прям такой живой механизм очень крутая здесь история у этого калибра что у него десять лет гарантии то есть это вообще новый наверное уровень для индустрии часовой когда часовая мануфактура дает десять лет гарантии прежде всего это связывают на данном этапе не только и не столько с надежностью самого механизма сколько с тем что механизм свежие ну кто-то его может назвать сырой а не свежие и сама компания орис как бы подстилается ломки и просит нас с вами вот чтобы мы покупали часы и чуть-чуть были такими подопытными мышками которые будут ходить которые будут взаимодействовать с этим механизмом если там какие-то узлы будут ломаться выходить из строя пожалуйста приносите нам часы мы их будем забирать и не просто делать сервис а вот не знаю как сейчас но вот примерно год назад я помню смотрел интервью и там человек из Орис говорил что они полностью заменяют механизм просто старые вытаскивают и ставят новые потому что тот берут механизм и смотрят что там вышло из строя где там слабые узлы слабые места то есть я считаю что Орис большие молодцы и то что раньше у них повально в основном кроме там лимитированной версии везде была селита красных ротор легендарный а вот здесь с калибром 400 переход на совершенно другой уровень пятидневник 10 лет гарантии два барабана все все сделано очень здорово для некоторым кажется немножко странноватым что однонаправленный ротор вот здесь своя система с такой вилочкой заводная но мне в принципе кажется что ну а что такого если там в чем фишка что якобы они говорят что благодаря этому механизм становится более надежный то есть не так он там расшатывается не так и стираются вот эти подшипники и якобы они считают что так лучше но такой вариант интересный и соответственно на этом механизме масса уже вышла часов аторис ну и все в основном вспоминают аквис сразу и здесь стандартный наш дайвер но про него долго я не буду говорить вы все знаете лучше меня про эти часы я считаю классные часы цена-качество давайте единственно вам что скажу по поводу ценообразования здесь у нас ритейл 3500 долларов и на вторичном рынке от ну 2300-2500 как смотрите то есть ну я бы взял даже наверное 2500 примерно за эти часы в новом состоянии с пленками и с гарантией вот это десятилетний соответственно я считаю что это очень хороший вариант то есть да часы немножко проседают цене на вторичном рынке где-то на 30 процентов но если мы берем вообще там 2500 я считаю прекрасный вариант ну если такой суммы нет но хочется какие-то надежные такие часы но можно на вторичный рынок выйти и поискать меньше двушки эти часы я думаю что это не будет так уж сложно и это достойный кандидат и также в нашей часовой охоте сегодня он принимает участие поэтому если вам понравится то голосуйте за него и пишите свой положительный комментарий про эти часы и про этот механизм у кого есть орис на калибре 400 также напишите ваше мнение что вы об этом думаете там уже выходило обновление не помню 404 да по моему называется но я решил с классики начать то что уже работает двигаемся дальше дальше наверное гость неожиданный для многих это тюдер рейнджер и может быть от где-то сложных часов там с резервом хода с датой с такими большими механизмами мы приходим к чему-то такому концепции минимализма и еще недавно возможно я бы прошел мимо этих часов спокойно совершенно но вы знаете недавно просто они мне попались в руки я посмотрел внимательно на эти часы в жизни посмотрел обзоры почитал про механизм почитал и понял для себя что конечно если я буду записывать охоту на часы до трех тысяч долларов то этот тюдер должен там быть и славная история славное исполнение действительно tool watch часы инструмент минимализм во всем просто три стрелки такой под винтаж люм яркие и вроде бы какого-то лоска нет чего-то прямо вау такого эффекта но как все сделано начиная от циферблата и заканчивая браслетом корпусом ну вызывает уважение и понятно что тюдер это как некоторые называют там роликс для умных или роликс для бережливых и что все таки здесь ну все коды прослеживаются вот эти ну скажем так винтажного роликса да вот абсолютно многие вещи сопоставимые вот как сделаны браслет допустим да и что многие вот этот тюдер напоминает роликс эксплорер винтажные и это ну действительно ты смотришь и действительно похоже на то 39 миллиметров сталь мануфактурный механизм мт5402 70 часов запас хода 100 метров водозащиты все все здесь ништяки которые мы любим и которые с радостью принимаем от часов такого уровня если говорить ну кратко да скажу вообще про рейнджера мне мне понравилась их история я вот зашел на официальный сайт сразу должен здесь тоже сказать что сайт тюдер мне очень понравился то есть такой интерактивный и не перегружен но при этом очень много приятных таких фишек сделано да все рассказывается все здесь и на русский переведено сразу то есть все очень как-то так наглядно все крупно и если посмотреть вот эту линейку рейнджер очень глубокая история очень красиво вот она подается и вот ты смотришь что действительно ну ты покупаешь какой-то кусочек истории до трех тысяч долларов приятные понятные да ролик соподобные как винтажный роликс но ведь для многих это и нужно и интересно и это универсальная в принципе форма и классическая уже форма и вот в 2014 году выходила вот теперь уже предпоследняя итерация heritage рейнджер вот они мне как-то немножко казались каким-то игрушечными немножко ну не понравились скажем так да но когда в двадцать втором году вышла эта модель казалось бы вообще минимализм вообще ничего нет здесь но вот держишь в руках надеваешь на запястье рассматриваешь как роликс групп отнеслись к этому продукту как его сделали как поставили на поток качества да то есть действительно взяли сделали что-то качественно и масштабировали это сохранив качество и ты такой на это смотришь блин ну понятно почему роликс разрывает всех и почему у них выручка десять миллиардов франков и почему они номер один ну среди часовых брендов швейцарских сто процентов и по сути номер один в мире да по по часам ну понимаешь и тюдор здесь как младший брат естественно так же неплохо себя чувствует хотя мы помним из моего обзора оставлю на него ссылочку что тюдор минус четыре процента год в году теряет выручку что для меня было удивительным фактором когда я вот готовил для вас видео что касается механизма мы же сегодня здесь про мануфактуру здесь у нас тот самый механизм даже как вот сделано на сайте приятно заходишь все вот эти не знаю гифки или как их назвать все здесь четко Коск сертификат семь часов запас хода у них очень хорошие показатели то есть лучше чем у Коска если Коск у нас минус четыре плюс шесть секунд в сутки то тюдор здесь добивается минус две плюс четыре и вот сколько я читал комментариев смотрел и вижу что люди действительно говорят что это одни из двух или самые точные часы у них в сете и в коллекции то есть очень точно ходят очень четко и вот этот калибр МТ5402 которые делают на фабрике Кениси которая принадлежит соответственно Rolex Group и поставляют механизмы для Брайтлинга для Шанель для Наркейна вашего любимого и так далее и так далее там еще для ряда часовых производителей или собирателей часов скажем так и интересный факт кстати про Кениси не все это знают что некоторые удивляются когда слышат чего Шанель в часах Шанель стоит Кениси как в Tudor это как да это действительно так и более того вам скажу что 20% мануфактуры Кениси принадлежит Шанель то есть они туда лапу тоже запустили и двадцатку себе урвали из бизнеса чтобы видимо быть всегда первыми в очереди и получать в том числе эти механизмы со скидочкой назовем это так и чтобы все было хорошо и здорово да тоже ну вот такой механизм вот такая история очень классный подход здесь у Tudor и вот вроде все просто но вы знаете вот посмотрите обзоры на эти часы очень-очень классные и и что что касается цены да ритейл у них 3300 3300 и на вторичном рынке если мы говорим про неношенные часы они где-то от 2800 появляются 2800 если они будут был но там в идеальном состоянии там можно купить дешевле то есть 2200 2300 вот в этих пределах в долларах соответственно моя рекомендация и ссылочка на реф этих часов в описании действительно впечатлили эти часы я скажу честно действительно впечатлили то есть вот когда они мне попались даже до такой степени что я вот своему другу их порекомендовал и предложил эти часы потому что недавно они вот у меня появились и я сразу их просто другу предложил потому что мне жалко даже их было куда-то отдавать класснючие часы цена и качество супер так двигаемся дальше дальше резкий переход совершенно на 180 градусов просто улетаем в другую сторону но вы сейчас тоже поймете почему потому что фредерик констан это очень нишевый бренд достаточно популярный в россии и в странах снг не так популярен в европе и в штатах но топовые блогеры иностранные хвалят фредерик констан за его продуктивность с восьмидесятых годов ну ругают за то что он часто похож на паток филипп бреге блампа да по дизайну и что действительно так то есть они хомажили очень сильно и очень много и вот наконец-то в 2019 по моему году получается у фредерика вышли вот эти часы fc 723 там длинная аббревиатура я оставлю ссылочку в описании до 2019 год где они изменили немножко дизайн добавили вот резерв хода и как-то римские вот эти белые цифры как-то они стали менее походить на что-то другое и при этом прокачали свой мануфактурный механизм фс-700 который у них до этого был ну с запасом хода то ли 38 то ли 42 часа ну совсем как бы беда а здесь они чуть-чуть добавили немножко да но 50 часов запас хода и резерв хода вот здесь сделали вы знаете я считаю что тоже на вторичном рынке особенно вот эти часы если вам нужен какой-то костюмник на настоящем нормальном мануфактурном механизме с скелетонизированным ротором с вороненными винтами и вот сделан как вот что-то совершенно иное не как у всех то Фредрик Констан вот этот Slimline мне кажется одна из интереснейших находок тем более до этого у них все-таки подобные часы Slimline были 42 миллиметра что для костюмников достаточно ну большие несмотря на то что они называют их Slimline они все равно были достаточно ну громоздкие что ли то здесь они сделали их поменьше то есть здесь уже 40 миллиметров 40 миллиметров 12,2 высота ну понятно что 30 метров водозащита здесь чудес не будет от Фредерико и вот этот новый мануфактурный механизм 723 я считаю очень приятное предложение и если из Фредерика Констан выбирать то это одна из самых таких приятных историй циферблат невероятный очень приятный не Генри Мозер конечно но тоже такой ну не дымчатый он конечно но очень приятно здесь переливается очень красивый но вот если мы берем механизм то их мануфактурник он вообще один из самых таких узнаваемых с одной стороны с другой стороны ни на что не похожих то есть ты вот смотришь сотни тонны этих часов и ты не встретишь похожего механизма и поэтому когда приходишь в мастерскую или там проверяешь какие-то часы и мастер переворачивает часы он сразу ну понимает что когда люди спрашивают это оригинальные часы или это там тот механизм конечно тот узнаваемый механизм с очень классной отделкой и я думаю что если брать именно отделку часового механизма вот в этом премиальном сегменте а по сути вот этот сегмент до трех там до пяти тысяч долларов это премиальный сегмент а не люкс да то вот в этом сегменте до трех-четырех тысяч у Фредерика Констан одна из лучших отделок на рынке то есть это это просто медицинский факт я как человек у которого было двое часов Фредерика Констан и несколько я видел помогал людям покупать продавать массу их насмотрелся то это одна из лучших отделок за цена-качество особенно те цены которые Фредерик Констан дает не дает а вторичный рынок нам дает на эти часы то это ну в принципе находка шпиона единственное знаете в чем нюанс а я вам еще покажу этот момент вот девятнадцатый год семьсот двадцать третий FC и вообще у них куча уже своих механизмов то есть 2004 года они делают мануфактурные механизмы что ну респект для такого небольшого изначально бренда и вот к двадцатому году у них уже по-моему тридцать один калибр собственно если я не ошибаюсь тридцать или тридцать один ну прилично и в том числе вот последний у них калибр это уже вот этот супер высокочастотник который жбанит сорок герц двести восемьдесят восемь тысяч полуколибаний но я подобные часы не хотел как бы включать в топ какой-то это все-таки отдельная история и для меня вот эта жужжалка это уже не знаю может быть не совсем такие механические часы как мы их видим и знаем и возвращаясь к нашему герою классный достаточно надежный и неплохой механизм у меня вот были часы на FC-700 у меня был лунник который я вам показывал кстати в одном из а в моем видео про часовую коллекцию да год назад наверное 775 нет 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 ну короче неважно то есть на базе 700 805 или что-то такое там и у меня не было претензий за несколько лет от частого использования у меня вообще не было претензий к этому механизму это я говорю тем людям которые вот уже сидят и уже над клавиатурой хотят написать мне комментарии что у них есть или были часы Фредерик Констан World Timer мировое время или еще там есть гибриды у них мануфактурные и некоторые жалуются на то что у них там что-то ломается и надежность World Timer ребят но если у вас там миллион функций от одной заводной головки работает ну возможно что-то у вас там слетает раз в год да возможно здесь когда более спокойная история минимум усложнений три стрелки запас хода но ничего у вас там не сломается а здесь кстати единственный нюанс кстати для меня вы знаете это достаточно важно большой минус для меня ребят что здесь нету секундной стрелки то есть здесь дата то есть я бы вот если бы здесь вместо даты была бы секундная стрелка я бы уже купил эти часы скажу честно то есть мне они очень нравятся и то что наконец-то они не 42 миллиметра Фредерик а 40 шикарно и ремешки у них достаточно приятные но дата вот это в стиле паток филипп пускай бы она осталась лучше паток филипп я вот что хочу сказать и малая секунда вот чтобы здесь было классно вот поэтому такие нюансы но у меня нет претензий по надежности fc 700 и я думаю что вот этот 723 тоже отлично работает поэтому если у вас что-то там ломалось то скорее всего это world timer был поэтому здесь вопрос закрываем моя рекомендация еще раз по цене здесь у нас или здесь я цену не называл я забыл 3600 ну на официальном сайте была цена 3300 евро ну прикинем где-то 3600 долларов на вторичном рынке где-то от 2500 и 2600 новые но если кому-то кажется что-то дорого хотя мне кажется уже неплохо в россии я помню последний ритейл официалы хотели 350 тысяч за эти часы я уверен точнее я знаю да что если хорошо поискать на вторичном рынке то можно найти ну в два раза дешевле этой цены практически не напрягаясь вот эту модель да ну в состоянии там в идеальном но допустим там немного был поэтому это достаточно неплохая история если вы хотите мануфактурный красивый интересный механизм не как у всех но при этом не заплатить кучу денег я думаю что вот хороший вариант так двинемся дальше немножко здесь застрял интересный был момент дальше часы которые наверное для многих будут неожиданные но для меня это одно из самых больших открытий за последнее время в этом ценовом сегменте это бом и мерсье ривьера вот эти часы либо с синим циферблатом сапфировым либо с черным и здесь 39 миллиметров это новая модель прошлогодняя двадцать третьего года это бомбезные часы ребята то есть это цена качество просто что-то ошеломляющее для меня честно мне кажется что это абсолютная находка шпиона и тут есть версия и в титане вот на каучуковом ремешке в таком и есть там с DLC покрытием и есть на браслете на каучуке на всем на чем угодно и вот подобного формата это выглядит если мы там про новые часы в пленках говорим да ну на них смотришь и думаешь блин ну очередной интегрированный браслет Royal Oak подобные ну да сделали такое ну полускелетон назовем это ну что-то там да ну какой-то здесь механизм да что здесь написано пять дней резерв хода ну тут перлаши сделали как рыбья чешуя что-то набубенили прям плотно да что тут еще ривьера какая-то ну какой-то хамажик наверное что 1830 год да Женева вот смотришь кто-то скажет кто не понимает ну что ну очередной какой-то хамажик на Royal Oak но на самом деле друзья мои здесь история намного глубже намного интереснее и Бом Мерси я считаю одна из самых недооцененных часовых компаний вообще в нынешнее время и это вход в такой люкс действительно это начальная ступенька в Ричмонд Групп одной из самых больших групп роскоши куда входят все ваши любимые бренды от Аланги Онзон и Ваширон Константан до Кортье и АЭДаблу Си Панерай и все остальное и вот есть там и Бом и Мерси соответственно эта компания в принципе работает с 1830 года они входят в топ 6 компаний по которые были зарегистрированы вообще вот изначально часовые да то есть шестая сначала то есть достаточно то есть не какой-то новодел какой-то непонятный да то есть это действительно старинная компания если мы смотрим на Ривьеру вот на этот как многим покажется Хамаш интересный очень интересный момент что Ривьера у них очень давно эта линейка и вот эта модель кварцевая тогда вышла в 1973 году то есть всего через год после Royal Oak у Бом и Мерси вот в таком же стиле гайки появились свои часы на стальном интегрированном браслете с черным циферблатом и да там был кварц тогда очень модный я напомню что паток филипп наутилус появился в 1976 году то есть спустя три года после Ривьеры и спустя четыре года после Royal Oak дальше если чуть-чуть глубже копнуть мы понимаем что до этого была вот такая модель золотая это по-моему да 1964 год 1964 год в золоте уже была гайка то есть еще извините за восемь лет до Royal Oak у ребят была Ривьера и она была вот такой формы что меня если честно удивило да это было золото понятно другое немножко стиль но вот этот фьюжн вот это сочетание которое мы уже потом здесь увидели то есть премиального качества и при этом такого ну брутального что ли да или как его назвать технологичного такого дизайна как за что потом Джеральда Дженту очень любит да уже было тогда еще интересный здесь момент с этим брендом связан что его основали два брата Бом изначально а потом я не помню в каком году присоединился к ним Поль Мерсия который если его пошкрябать поле он будет Павел Чередиченко человек который эмигрировал в Швейцарию из России и меня этот факт тоже удивил что вот наши везде и даже поле если внимательно на него посмотреть он становится на поле Мерсия то он становится Павлом Чередиченко ну такой тоже интересный момент в копилку поэтому друзья мои я считаю что если вам нечем будет вечерком заняться и книжку вам лень читать почитайте историю Бом и Мерсия я считаю что это крайне недооцененная марка на российском рынке на наших рынках ближайших СНГ и обратите внимание я как бы не официальный дилер Бом и Мерсия у меня никаких подвязок нет и я не продаю Бом и Мерсия у меня нет часов пока что Бом и Мерсия но это феноменально интересная история и мне кажется крайне недооцененная вот поэтому возвращаясь к нашему герою считаю что это оригинальный дизайн оригинальная гайка которая появилась еще в 1973 году и сейчас она стала таким полускелетоном с феноменальным качеством исполнения то есть качество действительно люксовое такое очень очень хорошее есть вариант кстати не только 39 миллиметров кто покрупнее 42 миллиметра вот допустим есть синее такое сапфировое стекло видите и очень достойно это все выглядит я вот про что говорю мне очень очень смотрите какая красота и такие объемные метки накладные да мне кажется очень очень неплохо здесь кстати система быстрого быстрой смены браслета ремешка все очень технологично все очень интересно но самое интересное и самое технологичное друзья мои начинается когда мы начинаем говорить про механизм ну вот эти мне черные больше нравится 39 миллиметров 100 метров водозащиты но по цене здесь смотрите обратите внимание кстати просто мега стабильная история да то есть не боммерси не самая такая марка которая держит цену но именно вот эти модели ривьера последние 39 42 миллиметра они очень неплохо торгуются если мы говорим про цену давайте я вам сразу скажу ритейл 3750 на браслете и на каучуке 3550 насколько я помню на вторичном рынке но в среднем где-то вот 3300 3400 но если поискать там нюансы ну где-то за трешку можно найти да со скрипом но можно за трешку вот соответственно что мы получаем мы получаем помимо вот этой истории помимо качественных часов и ну интегрированного браслета ныне популярного мы еще с вами получаем вот этот калибр бауматик 1975 и что это нам с вами дает друзья мои за вот эти 3000 долларов а это нам дает очень большое количество ништяков первый ништяк 120 часов запас хода пятидневник такой же пятидневник как Oris 400 неплохо Коск сертификат отрегулирован в пяти положениях соответственно 8 лет гарантии друзья мои 8 лет гарантии вообще у многих брендов в Ричмонде а может наверное у всех уже это восьмилетняя гарантия есть да то есть больше этого только вот у Oris десятка на новом механизме который они обкатывают если уже вот скажем так обкатанные механизмы то это восемь лет Бом Мерси Cartier IWC и так далее да то есть они дают восьмилетние но Cartier IWC это одни цены Бом Мерси это вот около трех тысяч три три с половиной тысячи долларов вы получаете те же восемь лет вы получаете качество Ричмонда вы получаете механизм который разработан Вэл Флурье для Ричмонда Вэл Флурье это завод мануфактура которая делает механизмы по сути для всей корпорации Ричмонд и это как ETA для базовых и средних часов в свотч групп да то есть это часодел такой для целой корпорации и соответственно кто внимательный зритель этого канала и уже не первый день на этом канале знает что мы уже упоминали как-то об этом механизме и что база этого механизма Бом Мерси она стоит по сути в огромной россыпи часов от Ричмонда то есть это и Cartier где уже цены у нас вырастают там шесть восемь десять тысяч долларов это и IWC где цены могут быть если это IWC Mark 20 это у нас там шесть пять шесть тысяч долларов на том же механизме просто другой соус да сделан если это инженер то это сразу двенадцать там четырнадцать тысяч долларов новые да и соответственно в Panerai Panerai очень часто вот этот механизм за свой мануфактурный выдает обманывая своих фанатов и потребителей а на самом деле для них Vell Flourier делает этот механизм и по сути это изначально обкатали на Бом Мерси что он работает все у него там четко и потом начали ставить в в группе в более старшие бренды вот и то есть IWC выдает за мануфактурные обманывая своих потребителей Panerai дурит Cartier там немножко другая история там более-менее да но короче ребят классная возвращаясь к нашим баранам классная тема классные часы хорошая история интересный соус я считаю что за эти деньги наверное это вообще лучше интегрированный браслет по качеству и по механизму и по качеству исполнения бьет и Фредерик Констан Хайлайф и Марис Лакруа Айкон все это не то да то есть ну и вы знаете эти все бренды которые дешевле я не буду здесь повторяться с интегрированным браслетом но если вы хотите пожалуй один из лучших если не лучший интегрированный браслет в купе если мы берем с механизмом истории брендом то Бом Мерсия Ривьера я считаю за 3.3.500 это находка шпиона и это интересные часы для себя для себя с историей с исполнением возможно там сложно их будет потом выгодно продать или там не вырастут они в цене возможно скорее всего но это часы для себя и за этот умеренный бюджет относительно вы получаете много-много плюшек много-много всего интересного поэтому моя рекомендация и скорее всего именно эти часы я поставлю на заставку к этому ролику потому что настолько меня впечатлила эта история и то что вы здесь получаете за трешку что и при этом это не очень тривиальное тема поэтому мне очень понравилось пятидневник мануфактурный механизм классно очень хорошая история друзья ну вот это наши основные кандидаты основные претенденты топ-5 да насколько я помню у нас к этому моменту часов уже кто у нас здесь Union 1 Орис 2 Тюдор Федрик Констан и Бон Мерси да это основные может Алан Джин у нас здесь не участвует там все-таки это и единственное в конце хотел что сказать перед выводами когда мы перейдем к выводам это ну вспоминая у меня есть видео на этом канале про лучшие часы до трехсот тысяч рублей насколько я помню да там называлось видео я бы хотел напомнить что если мы обращаемся к вторичному рынку если мы смотрим именно за 300 тысяч рублей бу часы в отличном состоянии да там с комплектом документов но бу то там у меня в том видео я оставлю на него ссылочку была рекомендация Омега Симастер Акватера 150 метров и эта рекомендация также осталась да то есть вы можете купить часы там восемнадцатого года вот вот подобного состояния да за цену примерно 300 320 тысяч рублей что мне кажется неплохо если мы берем бренд Омега многими любимые и здесь это исполнение и мануфактурник 8500 да коаксиальный спуск кому-то нравится не нравится вот этот кремний кому-то нравится не нравится как здесь это все сделано но в любом случае я считаю что это интересные часы за этот бюджет но бюджет где-то все-таки я бы рассчитывал где-то 3500 3600 да и вот этот механизм 60 часов запас хода современный вот калибр хотя он появился еще в 2007 году и в модели Deville Our Vision про которую я тоже как-то говорил на этом канале и вот такой механизм но он немножко не в бюджете и это забыл часы все-таки такая цена а мы сегодня постарались сделать практически невозможное постарались выбрать часы именно в бюджете до 300 тысяч новые полный комплект и официальная гарантия вот что сегодня у нас было в часовой охоте поэтому я надеюсь что вам было интересно и полезно к выводу и будем заканчивать это видео все-таки сегодня воскресенье нужно пойти погулять отдохнуть да друзья мои есть классные варианты за 3000 долларов реально есть классные с историей с соусом реально с мануфактурным механизмом с новыми технологиями и я считаю что это очень очень здорово мы можем получить и кремний можем получить и пять дней запас хода и гарантию 8-10 лет если мы берем бомб Мерси или Орис и в пределах вот этой суммы я считаю это солидно на этом фоне конечно вот эти двухлетние гарантии от свотч групп или вот в этом сегодняшнем списке Фредерик Констант с двумя годами гарантии Union Glasshut ты как-то вот смотришь два года ну как-то несерьезно да то есть надо уже переходить хотя бы на пять лет не знаю как-то вот индустрия должна тянуться за какими-то вот такими лидерами такими выскочками которые дают что-то новое рынку и ну два года это уже наверное маловато вы получаете хорошую цену качество надежность уже здесь все механизмы ну может быть кроме Oris 400 обкатаны вы получаете и солидный бренд то есть у нас здесь не было микро брендов сегодня не было каких-то непонятных брендов то есть я взял те кто на слуху в наших странах те кто уже в принципе хорошо себя чувствует и продается и надежные там механизмы какие часы выберите именно вы вот из тех топ 5 про которых мы сегодня говорили я напоминаю что ланджин и омега у нас не участвуют по разным причинам либо не проходят по цене либо все-таки там база и та а мы выбираем между Union Glasshute 18-93 Oris Aquis калибр 400 Tudor Ranger новый Фредерик Констант Slimline FC723 и Bon Mercier Riviera все рефы все информацию по ценам ритейлам и так далее я оставлю в описании потом переходите смотрите и после публикации этого видео я постараюсь сделать голосовалку в сообществе и в Telegram канале ссылочка на Telegram тоже будет чтобы мы выбрали из пяти вот и комментариями и голосованием посмотрим какой из брендов какие из часов вам понравится больше всего из этой охоты и надеюсь ну что вы найдете для себя какие-то новые часы откроете их и возможно захотите поискать и добавить свою часовую коллекцию свой сет и тогда эта охота будет удачной все на этом всем большое спасибо за внимание надеюсь действительно было сегодня интересно и полезно я старался искал информацию хотел вам сказать что-то дать нетривиальное что-то более интересное необычное надеюсь у меня получилось поэтому жмите лайки пишите свои положительные комментарии пишите может быть темы следующего видео кому если вам что-то отдельно интересно если у вас какая-то из моделей из этого обзора есть в наличии есть в коллекции напишите как вам эти часы какие есть нюансы может быть также будет крайне интересно вас послушать и посмотреть большое спасибо за внимание контакты в описании если кому-то нужно что-то подсказать помочь купить может быть подсказать по цене вы всегда можете ко мне обратиться помочь продать да если есть какие-то вопросы я постараюсь на них ответить все контакты в описании давайте вместе будем искать интересные часы находить охотиться за какими-то не всегда супер редкими часами но какими-то интересными в том числе с позиции именно мануфактурности с позиции часовых механизмов все на этом всем успехов и до встречи в следующем видео на этом канале всем всего доброго и всем пока